Актуальные вопросы, важная тема, компетентные мнения. Здравствуйте! В эфире первого мытищенского итоговая программа. Меня зовут Анна Мусоликина и прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых значимых темах этой недели. В четверг состоялось 58-е заседание Совета депутатов городского округа Мытищи. Среди пунктов повестки, требующих особого внимания, отчет о результатах деятельности мытищенской администрации за минувший год. Документ прошел общественное слушание и утвержден народными избранниками. Тему продолжит Сергей Берзин. Началось заседание с процедуры не самой приятной. Прекращение полномочий. По сути дела депутат по 19-му избирательному округу Владислав Круглов самоустранился отдел и долгое время не предоставлял отчеты о своей деятельности. Решение, инициированное председателем Совета депутатов, выглядит вполне логично. Досрочно прекратить полномочия, освободить от должности Круглового Владислава Валерьевича, депутата Совета депутатов городского округа Мытищи, по избирательному округу номер 19, за неисполнение обязанностей, установленных в федеральном законе 273-м, о противодействии коррупции в связи с утратой доверия. Нагрузка на депутатский корпус заметно возросла. Впереди много сложных задач, что отражено и в отчете о результатах деятельности администрации городского округа. Мы прирастаем имущество, это хорошо, затраты на содержание увеличиваются, это тоже неплохо, но, к сожалению, уже доходная часть бюджета абсолютно не устраивает наши потребности. Поэтому предстоят достаточно сложные вещи, такие как оптимизация наших затрат и увеличение доходной части. Поэтому в предстоящем году Совету депутатов придется заниматься достаточно сложной работой, и нам нелегкой работой, и с вашей помощью сложной работой для того, чтобы достичь эту гармонию в бюджете, чтобы и содержание, и развитие обеспечить, и в то же время соответствующие доходы обеспечить для содержания и развития территории. Учитывая, что все последние годы доходная часть бюджета только возрастала, нельзя не признать, что по определенным статьям дохода достигнут предел. В 2018 году бюджет уточнялся 6 раз и всегда в сторону увеличения. Итоговые цифры выглядят так. План года исполнен на 100,8%. В 2018 году доходы бюджета городского округа Матищи составили 12,58 млрд. рублей. Объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа в 2017 году составил 5,140,6 млрд. рублей. Депутаты всегда особое внимание уделяют пополнению доходных статей. От этого зависит стабильность бюджета. Комиссия отмечает положительную работу в части исполнения бюджета и предлагает отчет утвердить. На заседании утверждена и дата празднования дня городского округа Матищи в 2019 году. Главные городские торжества состоятся в субботу, 31 августа. Первые итоги работы еще в одном важном для округа направлении подвели на этой неделе в Матищах. Речь идет о разработке концепции благоустройства береговой зоны реки Яузе. Матищинцам представили первый вариант. Встреча с жителями состоялась в Малом зале Дворца культуры Яуза. Услышать и увидеть, какой станет территория вдоль главной водной артерии нашего округа, собралось около 100 человек. Но, по словам представителей администрации муниципалитета, эта встреча не последняя. В 18.30 самое время отдохнуть после рабочего дня. Но для этих матищинцев, радеющих за развитие нашего округа, сегодня особенный вечер. Впервые можно увидеть плоды проделанной работы. Встречи, обсуждения, горячие споры. Чего только не было за последние месяцы. В Матищах благоустройство набережной реки Яузе. Без преувеличения. Тема номер один. Как в реальности, так и в интернет-пространстве. По оценкам специалистов, в обсуждениях приняли участие 11 тысяч человек. Сегодня очередная встреча у нас с жителями городского округа Матища на предмет обсуждения предпроектных работ разработчиками концепции, которые занимаются вопросом проектирования и концептуального развития береговой зоны реки Яуза. Разработчики концепции, они обязаны были промониторить, проинвентаризировать, изучить, проанализировать, как хотите, всю информацию, все предложения жителей и сегодня уже показать, что у них получилось. Основной докладчик Кирилл Теслер, автор единой концепции Парк Яуза, свое выступление начал с итогов проведенных опросов. Итак, несколько важных моментов. Почти 60% жителей за устройство мангальных зон. Также большинство поддерживают создание площадок для выгула собак. Кроме того, матищенцы выступают за развитие водных развлечений. И, наверное, главное, за необходимость создания зоны тихого отдыха. Сейчас мы рассматриваем концепцию проектирования, концепцию развития этой территории. То есть это не является проектным решением. Проектное решение будет разрабатываться потом на основе концепции. Это еще дополнительные проектные работы. И уже на основе проектных решений будет проводиться мероприятие по строительству и благоустройству территории. Условно берега Яуза можно разделить на два участка. Первый находится в зоне жилой застройки. Сегодня эта территория уже активно используется жителями. Здесь планируется обустроить зону для проведения культурных мероприятий. На берегу возле школы номер 25, где, кстати, по соседству возможно появится лодочная станция. И в районе примыкания набережная к Новомутищенскому проспекту. Что касается вело- и пешеходных дорожек. Они будут разделены, а в местах пересечения между ними появится живая изгородь из насаждений. Второй же участок почти не тронут. Он находится ниже по течению и завершается на границе с Москвой, под МКАДом. От 10-й школы, от последнего моста, вся последующая зона, она отдана именно тихому отдыху с минимальным вмешательством. Здесь у нас велодорога идет в обход этого места. То есть здесь дорожки выполняются только помостами на сваях. В зоне близкой к гаражам единственное создается объект. Это туалет, пункт охраны и серверная для наблюдения за территорией. Также здесь существуют мангальные зоны. Я думаю, что люди не перестанут сюда ходить. Мы эти мангальные зоны просто облагораживаем, но делаем видеонаблюдение, освещение и пункт охраны. Когда речь зашла о мангальной зоне, по залу прокатилась небольшая волна недовольства. Но разработчики пояснили. Вблизи нет жилых домов, отдыхающие никому не помешают. В течение всего мероприятия присутствующие могли письменно задать свои вопросы. Частично на них ответили во время встречи. А часть обсудят в ходе заседания Общественного совета по контролю за реализацией проекта реабилитации реки Яуза. Оно состоится в ближайшее время. Еще будет много разговоров. Еще будет очень много согласований. Но о чем будут эти согласования? Где делать мангальную зону? Влево-вправо, допустим. Какая площадь должна быть для площадок выгола собак? Много места, меньше места. Вот об этом будет идти речь. Однозначно нужны зеленые насаждения. Сколько их и где именно? Сейчас будут обсуждаться детали. На обсуждение деталей времени хватит, но сроки поджимают. К концу июня работа над концепцией должна завершиться. Напомню, вместе с благоустройством мытищенской части набережной реки Яузы обновление произойдет и в столице. Именно это позволит создать большую зону отдыха в едином стиле. Продолжим выпуск темы, посвященной визиту в наш округ депутата Государственной Думы Максима Сураева. На этой неделе он посетил цех по переработке молока и производству сыров в деревне Беленинова. А также познакомился с руководителем этого предприятия Мытищенкой Полиной Кожевниковой. Интересно, что несмотря на скромные масштабы производства, ассортимент, который предприниматель предлагает своим покупателям, пока не освоил ни один другой российский сыровар. Что делать? Полина, очень приятно. Депутата Госдумы Максима Сураева Мытищенко Полина Кожевникова встречает на пороге своего небольшого предприятия. Она сыровар. Мы специализируемся на мягких сырах. Это Робиола, Робиола Дейрока Верана, сыры с белой плесенью. Нас консультирует технолог итальянский. Он является одним из ведущих технологов Европы. И по его технологии мы запускаем сейчас новую линейку сыров, которую еще не производят нигде в России. Пока гости надевают спецодежду, чтобы зайти в цех по переработке молока и производству сыров, Максим Сураев вспоминает, как в школьные годы работал на ферме скотником. Мой одноклассник, который на заводе работал, они там рублей по 10-15 получили. Я получил 130 рублей. И каждую смену у меня трехлитровая банка молока дома была. Поэтому я как бы сельское хозяйство, это все я очень хорошо помню вот этот процесс. Это супер было. История пришлась кстати. Кстати, оказывается, вкус сыра зависит даже от того, какой корм и уход получает корова. Именно поэтому продукт, произведенный, например, в Италии, даже при тщательном соблюдении рецепта может отличаться от своей российской реплики. Полина Кожевникова сырье закупает. Подходящее нашлось на одной из ферм Сергиева Посада. Они разводят два типа коров. Это айршеры и сементали. И для нашего дела показатели этого молока не идеальны. Депутата Госдумы Максима Сураева интересует все тонкости производства на мытищинской земле сыров с экзотическими названиями. Сыровар с готовностью делится нюансами бизнеса и даже раскрывает еще пару секретов, без которых хорошего сыра не получить. Они должны зреть в нужных климатических условиях, поэтому под каждый тип сыра у нас есть свои климатические камеры. А вот эта камера у нас под свежие сыры. Можно посмотреть их. В камере важна стерильность, температурный режим. Не нарушено? Нет, мы заходить туда не будем, но посмотрим температурный режим и влажность. И воздухообмен. У нас стоят здесь системы, воздух очищенный поступает в камеру и, соответственно, держится нужная температура и влажность. В этой камере при температуре плюс 5 градусов созревают мягкие сыры. В соседней условия другие – плюс 14. Здесь сыры обрастают шубкой из белой плесени. А теперь дегустация. Несколько видов готового продукта, как положено, соседствуют с ягодами. Интересно, что все без исключения образцы приходятся гостям по вкусу. Когда человеку, у которого горят глаза, который хочет делать, который самое главное, что делает очень качественно и ответственно, получает от этого удовольствие, получает от этого прибыль, он хочет, старается, он развивается. Я считаю, что вот именно такие люди, какие люди, они поднимут нашу экономику. Напомню, что индивидуальное предпринимательство поддерживается на государственном, региональном и муниципальном уровнях. Например, сыровар Полина Кожевникова может рассчитывать на грант, если примет участие в специальном конкурсе. В продолжение темы, Матищинский центр занятости реализует сразу несколько программ, предусматривающих поддержку предпринимательства. Главный итог этой деятельности – создание новых рабочих мест. Но добиться успеха в бизнесе получается не у всех. Как говорят специалисты, важным условием долгосрочного развития является разработка детального бизнес-плана. О положительном примере – сюжет моего коллеги Сергея Берзина. Появление нового парикмахерского салона всегда вызывает интерес, особенно если он находится в шаговой доступности. Хотя тут же возникает и второй вопрос – качество стрижки в нем. Увы, не часто удается вырваться в парикмахерскую, чтобы привести себя в порядок. Да и мы подчас очень долго ищем такую подходящую нам парикмахерскую. Однако такой момент наступает. Наталья, скажите, что нужно, чтобы сделать хорошую прическу, причем делать их стабильно? Нужно обязательно ходить в одну и ту же парикмахерскую, там, где вам понравилось, соответственно, чтобы был у вас свой мастер. Здесь уровень говорит сам за себя. Например, Наталья – призер чемпионата Москвы по мужским прическам. Это гарантия качества. И важно, чтобы такой уровень оставался всегда. Но год назад ничего этого не было. Владимир Малышев обратился в центр занятости, и ему помогли в новом деле по организации сети парикмахерских. А демократичные цены, удобная локация, сильные мастера. В итоге мы разработали свою концепцию «Твоя стрижка». Мы провели большую работу. В разработке этого бренда участвовала целая команда. Дизайн салона, первоклассное оборудование, но в первую очередь мастера. Их с улицы не возьмешь. Их надо долго и серьезно готовить. И не все даже психологически годятся на эту роль. Мы сотрудничаем с такими студиями парикмахерскими. И они могут выйти на работу или выйти на практику. А качество контролируете ли? Качество контролируем. Очень много возвращаются девочек. Мы с ними... Доучиваться? Не доучиваться. Повышение квалификации. Та же колористика. Те же стрижки. Мужские, женские. Все время что-то меняется. Какая-то мода новая. Статистика говорит, что сам проект Центра занятости по поддержке малого предпринимательства год от года совершенствуется. Из 136 человек, которые получили за эти 10 лет эту субсидию, приблизительно 42% осталось в бизнесе. Есть годы, например, 2012 год, когда только один человек остался в бизнесе из всех, кто получил. А есть годы прошлые и позапрошлые, когда все остались. Видно, когда человек прочно становится на ноги, его бизнес развивается, появляются новые рабочие места. Тогда выигрывают все. И предприниматель, и потребитель, и государство. А сейчас о ситуации на Матищинских дорогах. С начала недели зарегистрировано 75 аварий с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшими. 20 июня водитель 1999 года рождения, двигаясь на автомашине Митсубиси Ланцер в деревне Новоалександрово, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадали две 17-летних девушки-пассажирки, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Одна из пострадавших госпитализирована серьезными травмами, другая отпущена домой на амбулаторное лечение. Сейчас у сотрудников ГИБДД по-настоящему горячая пора. Наверное, самой серьезной проблемой в летний период является увеличение на дорогах мототранспорта и несоблюдение водителями двуколесных транспортных средств правил дорожного движения. О том, с какими нарушениями столкнулись сотрудники ГИБДД в результате проведенного рейда, смотрите далее. Только за этот год на территории городского округа Мытищи произошло 6 ДТП с участием мототранспорта. Один человек погиб, пятеро получили тяжелые травмы. Несмотря на такую статистику, недобросовестные водители двухколесного транспорта продолжают лихачить и подвергать опасности жизни пассажиров. Этого молодого человека сотрудники ГИБДД задержали на Осташковском шоссе. Сзади на мотоцикле сидела его девушка. Выяснилось, что у водителя нет вообще никаких документов. Я отстраняю от управления. Причины здесь две. Данный гражданин мне передал, согласно пункту правил 2.1.1, мне свидетельство о регистрации на данные транспортные средства. И причина вторая. Данный гражданин не имеет категории управления данным видом транспортного средства, категории А. Из-за этого он отстраняется в вашем присутствии от управления. И мотоцикл задерживается, перемещается на штрафстоянку. Что задержали? Задержали, вот катался на мотоцикле без всего. Без прав, без шлема, с девушкой. Справ вообще не было? И права есть, но на машину. На мотоцикл нет? На мотоцикл нет. То есть, а шлем-то где был? Шлем был на девушке. Чисто благородный пост. Ну, а что делать? Вдруг упал бы. В итоге нарушителя ждет сразу несколько штрафов. За вождение безразрешенной категории, за управление без шлема, без свидетельства о регистрации транспортного средства, плюс оплата услуг эвакуатора и штрафной стоянки. В итоге молодому человеку придется заплатить около 20 тысяч рублей различных штрафов. Зачастую несовершеннолетние управляют мототранспортом без водительского уставления и даже не имея никакого опыта. И самое страшное, не используют мотошлем и защитную экипировку во время движения. При отсутствии мотоэкипировки в соответствующей категории инспекторам ДПС нарушители выписывают стандартный штраф, а также транспортное средство может поместиться на штрафстоянку. По статистике в России ежегодно гибнут более тысячи мотоциклистов, и почти 10 тысяч человек получают травмы различной степени тяжести. Мотоциклистам и скутеристам ГИБДД напоминает, что необходимо более внимательно относиться к правилам дорожного движения и использовать качественное защитное снаряжение. Ведь на скорости даже до 20 км в час мотоциклист без шлема и защиты может получить серьезные травмы. О чем водителям точно не надо думать, так это о чистоте обочин. Да и тем более сейчас этот вопрос находится под двойным контролем. За их состоянием следят сотрудники Госадомтехнадзора и лично губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который еще осенью прошлого года поручил благоустроить территории, прилегающие к вылетным магистралям. Этой весной вдоль трасс был собран мусор, высажены деревья и кусты. Теперь порядок необходимо поддерживать. Мои коллеги вместе со специалистами отправились на обход и выяснили, в каком состоянии сегодня находятся обочины Ярославского шоссе. Здесь Ярославское шоссе поднимается над железнодорожными путями. Под ним разворот для машин в сторону Хлебозаводской улицы и навалы бытового мусора. Однако сейчас эта территория выглядит не так плачевно, как прежде, говорит сотрудник Госадомтехнадзора Московской области. Он вышел в рейд «Вылетная магистраль». Мы смотрим состояние этих вылетных магистралей. Сейчас мы с вами находимся на Ярославском шоссе. Это разворот в сторону улицы Хлебозаводская. На данном участке нами неоднократно привлекалась организация, которая ответственна за содержание данного участка. В ходе мер, принятых сотрудниками Госадомтехнадзора, то есть территория была приведена в порядок. Нет несанкционированных навалов грунта по краю дороги. Установлено ограждение, которое не позволит водителям самосвала в будущем оставлять мусор под эстакадой. К сожалению, невысокий барьер – не препятствие для тех, кто нарушает по мелочам. Не останавливают их и штрафные санкции. За сброс мусора в неотведенные для этих целей, соответственностью 8.2, КАПРЭ предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафных санкций составляет до 250 тысяч рублей. Сотрудники Госадомтехнадзора Московской области вновь свяжутся с владельцем этой территории, потребуют навести порядок и принять дополнительные превентивные меры. Здесь, в районе улицы Фрунзе, находится еще одна проблемная точка. Пока решалась судьба этой эстакады, вокруг нее образовалась свалка строительного мусора. Стены конструкции были испещрены граффити. Именно на это во время рейда обращают внимание сотрудники Госадомтехнадзора. И сейчас, посмотрите, территория более-менее приведена в порядок. Но для того, чтобы впредь не иметь дело с надзорным ведомством, владельцу территории придется еще немного потрудиться, перекрасить все стены конструкции, а не только те, что видны с автодороги. Повторно уже произведена уборка этой территории. Строительный мусор вывезен, территория спланирована. Часть эстакады, как мы видим, находится в граффити, то есть в ненадлежащем состоянии. По каким-то элементам уже организации были привлечены, как административные ответственности. Граффити были закрашены. Во время объезда в элитных магистралей сотрудники Госадомтехнадзора Московской области также обращают внимание на несанкционированные рекламные вывески. Конструкции демонтируются, нарушители привлекаются к ответственности. И к другим темам. Сразу несколько важнейших событий, касающихся мутищинской молодежи, произошло на этой неделе. Начнем с ребят помладше, с тех, кому недавно исполнилось 14 лет. Свой первый паспорт гражданина Российской Федерации они получили в торжественной обстановке из рук главы городского округа мутища Виктора Азарова. Церемония состоялась накануне во Дворце культуры Яуза. Мои коллеги побывали на мероприятии. Этот день запомнится им на всю жизнь. Сегодня 20 14-летних мутищинцев получают свой первый взрослый документ. Паспорт гражданина Российской Федерации. Традиционно процедура проходит в торжественной обстановке. В этот раз подростков встречают во Дворце культуры Яуза. Вручение паспорта для молодого человека – это всегда очень событийная история в его жизни. А когда это проходит торжественно, присутствие родителей, конечно, это более памятно. Опять же, согласно традиции, удостоверение личности подростки получают из рук главы городского округа мутища. Виктор Азаров напутствует молодых людей. Я бы хотел вам пожелать сегодня, получив этот документ, правильно определить свой жизненный путь, достичь определенных успехов по этому жизненному пути и быть достойным гражданином Российской Федерации, быть достойным жителем городского округа мутища. Я бы хотел, чтобы в будущем вы вернулись обязательно к нам сюда, в городской округ мутища, и продолжали свой трудовой путь. Здесь, в мутища, свой трудовой путь формировали свои семьи, растили своих детей. Теперь у них есть не только права, но и обязанности. Они становятся полноценными членами общества. Еще вчера эти молодые люди могли не думать о последствиях. Сегодня у них появились ответственности за себя перед родителями общества. Это большое событие, что теперь я немножко больше, чем обычный человек, что гражданин. До того я не верила, что вот это будет. Было волнительно. Сейчас я поняла, что этот день наступил. Завершили мероприятие коллективы Дворца культуры Яуза. Они исполнили для участников торжества патриотические песни. А в школах городского округа прошли выпускные вечера. В этом году стены образовательных учреждений покинули 1361-ти классников и почти вдвое больше учеников девятых классов. Наша съемочная группа присутствовала на торжественной церемонии в школе номер 6, ученики которой прекрасно показали себя на прошедших экзаменах. Наряды не хуже, чем на известных красных дорожках. Образы выпускников продуманы до мелочей. Но когда они все успели? За плечами этих юных мутищенцев почти месяц экзаменационных гонок. Сколько нервов и бессонных ночей они пережили за последнее время. И все не зря. Выпускники мутищенской школы номер 6 на ЕГЭ показали замечательные результаты. Вот эти три недели, которые ребята сдавали экзамены, прошли достаточно интересно. Мы за них ужасно волновались. Но каждый год волнуешься, несмотря на то, что уровень подготовки в нашей школе достаточно высокий. Но мы все равно всегда волнуемся за наших детей. Потому что и срывы могут какие-то быть, и переживания, и волнения. Все это может сказаться на экзаменах. Но в этом году, если честно, мы очень довольны результатом. Потому что они действительно высокие. Таких высоких результатов у нас еще не было, как в этом году. Школу номер 6 сегодня покидает 61-11-классник. В честь первыми получить важный документ аттестат об общем образовании выпала медалистам. Семь отличников учебы провожает коллектив педагогов в этот вечер. Сколько сил и терпения вложено в этих ребят. На сцену приглашаются и родители выпускников. Они сыграли не меньшую роль. Никогда нам учителя не говорили, что мы ничего не сдадим. Всегда говорили, что мы огромные молодцы. И никогда на нас не давили. Наверное, это главное. Напомню, в последние годы в российских школах вручают только золотые медали. Но в современном формате экзаменов появилась еще одна категория лидеров учебы. Стубальники по ЕГЭ. В шестой школе три молодых человека на отлично справились с экзаменом по физике. К нам дети приходят из разных школ. И у нас есть и конкуренция, и мы физикой, и математикой, и информатикой занимаемся действительно углубленно. И лабораторные работы, и лекции, и семинары, и решения задач, участие в олимпиадах. То есть тут целый цикл самых разных видов работ. Ну и все это дает результаты. Большие баллы дают большой выбор. И, соответственно, иногда можно просто потеряться в этом выборе. Поэтому на данный момент у меня есть несколько вузов, в которые я планирую подавать документы. От имени главы городского округа Мытищи Виктора Азарова поздравила ребят, их родителей, и сплоченный коллектив педагогов школы номер 6 с замечательными результатами начальник управления образования Мытищинской администрации Наталья Гречаная. Я бы хотела пожелать всем нашим ребятам. Самое главное, как бы они не сдали ЕГЭ, как бы не сложилась их жизнь, самое главное, я желаю им оставаться людьми, быть удачливыми в этой жизни, поступить туда, куда им хочется, или пойти работать туда, куда им нравится. И, конечно же, сегодня я хочу, чтобы каждый из них понимал, жизнь только начинается впереди много интересного и много открытий. И по поручению Виктора Сергеевича я хочу сказать, что мы ждем ребят, ждем в нашем округе, ждем их на работу, на обучение, ждем их просто постоянно, чтобы они оставались в Мытищах. В этот вечер юноши и девушки, только начинающие свой жизненный путь, могут забыть о переживаниях, о грядущем поступлении в ВУЗы и просто насладиться отдыхом. Сегодня они главные герои. Герои, которые уже через несколько лет станут достоянием нашей страны. И с угроба белых, и по лужам у руча, будем в год набегать, но не я. А теперь о том, чем молодежь городского округа и Подмосковья в целом может заняться в июле. В это время в Волоколамске состоится очередной форум «Я гражданин Подмосковья». На днях в агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, посвященная этому событию. Первое важнейшее изменение этого года форум «Я гражданин Подмосковья» переехал. Из Егорьевска, где проходил пять лет, в Волоколамск. Но это только вершина айсберга. Можно сказать, в 2019 году ЕГП, именно такое сокращение названия форума «Ушло в народ», будет работать в новом формате. Неизменными остаются смены, их будет пять – творчество, предпринимательство, молодые парламентарии, волонтерство и профессиональное образование. В каждой из смен будет по семь направлений, где молодые люди смогут прокачать свои навыки. С 15 по 19 июля в рамках форума пройдет международная смена волонтеров «Победы». В Подмосковье приедут добровольцы из многих российских городов, а также из зарубежных стран – ЮАР, Индии, Бангладеш и Франции. Это первое федеральное мероприятие, с которого, в принципе, начнется подготовка волонтеров к 75-летию «Победы». Для нас это важный год, и мы считаем, что увлекать молодежь, не только проживающие в нашей стране, но и в других странах, в этот праздник, чтобы они были не просто сторонними наблюдателями, а участниками этого процесса. Завершит форум смена профессиональной образования, не участие в которой примет молодежь из разных уголков Центрального федерального округа. Самое интересное мы делаем, почему мы называем это профессиональным образованием, мы делаем там, если помните, в том году был день открытой двери Московского, что будет всего лишь один день. Здесь будет целая смена, где крупнейшие работодатели, крупнейшие учебные заведения будут представлены, где ребята со всего Центрального федерального округа могут найти либо работу, либо стажировку, либо учебу своей мечты. Еще одна новинка этого года в Шатре инновации будут работать 4 лаборатории технопарка равных возможностей. Данные площадки являются передовыми с точки зрения образовательных практик и вовлечения в профессию. Это лаборатория виртуальных тренажеров, лаборатория реверсивного инжиниринга, лаборатория цифровой моды и лаборатория информационной безопасности. На протяжении всех смен и особенно последние две смены будет углубленный курс подготовки ребят по этим направлениям. 300 спикеров поделятся своими знаниями с участниками форума «Я гражданин Подмосковья» в этом году. В числе и организаторов форума выступят МГИМО, РГСУ, Театральный институт имени Бориса Щукина, корпорация «Синергия». И еще одно значимое изменение. Впервые проживание участников будет организовано в специальных модулях, оборудованных двухъярусными кроватями, розетками, шкафчиками для одежды и освещением. Напомню, принять участие в форуме могут юноши и девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Городской круг «Мытищи» на форуме представят 400 активистов. Для отправки заявки на участие необходимо заполнить гугл-форуму. Найти ее можно в группе «Мытищинская молодежь» в социальной сети ВКонтакте, а также в системе «АИС молодежь». Премия «Наши Подмосковье» продолжает собирать участников. Конкурс «Добрых дел» был учрежден губернатором Московской области Андреем Воробьевым 6 лет назад. Все это время в нем активно участвовали мытищинцы. Около 2,5 тысяч жителей муниципалитета представили свои проекты на суд жюри. Более 350 победили. И вот дан очередной старт. В окружной администрации состоялся семинар для соискателей. Итак, что нужно, чтобы побороться за премию «Наши Подмосковья» в этом году? Вы придумали и реализовали социально значимый проект? Тогда у вас есть шанс стать участником конкурса и выиграть премию «Наши Подмосковья». Но для этого о себе надо заявить. Как это сделать? На днях мытищинцев пригласили в окружную администрацию, где рассказали все нюансы. Условия участия. Необходимо быть совершеннолетним гражданином РФ, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории Московской области, реализовать социально значимый проект или иметь уже успешно реализованный на территории Московской области, подать проект на сайте и пригласить в него вашу инициативную группу, а затем презентовать проект. Напоминаю, что презентация проекта является обязательным этапом, ее избежать не удастся. Презентация проектов состоится с 20 августа по 20 сентября во всех муниципалитетах Подмосковья и в Доме правительства Московской области. Если вы не успеваете приедать на презентацию проекта в основном дисциплине образования, вы можете прийти на презентацию проекта в Дом правительства Московской области. Мы заранее скажем даты, когда будет проходить презентации, но уже по опыту это обычная последняя неделя презентационных дней. Размер призового фонда в 2019 году сохранился и составит 180 миллионов рублей. Сократилось число потенциальных победителей. Награды получат 1 тысяча человек. Каждому будет перечислено по 180 тысяч рублей. Проекты рассматриваются в четырех номинациях. Экология, творчество и духовное наследие, волонтерство и благотворительность, прорыв. Состав жюри утверждает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как правило, судьями становятся известные общественные деятели и медийные личности. Критериев, согласно которым они будут оценивать проекты, несколько. Социальная значимость проекта важна. Достигнуты результаты за прошедший год. Практическое применение. Уникальность проекта, охват аудитории, затраченные ресурсы, ну и, как я уже говорила, наличие группы. Награждение победителей состоится в ноябре. Напомню, прием заявок был открыт 3 июня и завершится 4 августа. Мытищинцы, которым необходима консультативная помощь, могут набрать один из двух номеров 8498-687-1945 и 8495-581-83-42. Замечу, порядка 50 жителей городского округа Мытищи уже сделали первый шаг и зарегистрировали свои проекты на сайте нашеподмосковье.рф. И еще об одной премии. На этот раз театральной премии имени Станислава Федоровича Железкина. Она впервые состоится в этом году. Всего на участие в конкурсе было подано 23 заявки, но за победу в нем будут бороться 6 лучших театральных коллективов из Москвы и регионов России. На этой неделе в Мытищах состоялся отборочный этап. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли театроведы, представители союза театральных деятелей, преподаватели театральных вузов на этом заседании должна была ответить на главный вопрос. Каким будет статус или даже уровень премии имени Станислава Федоровича Железкина в театральном мире? Ведь его личный авторитет был и остается очень высоким. Я его знала еще совсем с первых его шагов. И на моих глазах он из начинающего мальчика, приехавшего из глубинки, из деревенской семьи, и превратился в блестящего мастера. Он был действительно уникальным кукольником. Это не красные слова, это было на самом деле так. Такие личности в театральном мире должны служить эталоном высокого мастерства и художественного уровня. Поэтому требования к соискателям первой премии имени Станислава Железкина также очень высоки. Сегодня у нас второй этап, который завершится серьезным, на мой взгляд, моментом. И сложнейшим моментом нам нужно будет из 23 спектаклей, которые представлены на ваш суд, на наш суд, выбрать 6. И вот они, 6 спектаклей, которые отвечают самым высоким требованиям. В финал конкурса вышли Московский Гумбернский театр со спектаклем «Вишневый сад», Московский областной театр «Кукол» со спектаклем «Мойры» Петроградского района, Матичинский театр «Кукол» «Огнива» со спектаклем «Поминальная молитва», Театральный центр «Петрушкина Слобода» со спектаклем «Сампо лопаренок», Оренбургский театр «Кукол» со спектаклем «Соломея» и Санкт-Петербургский театр «Кукол» «Бродячая собака» со спектаклем «Удивительное приключение Нильса с дикими гусями». Все эти работы получили самую высокую оценку членов комиссии, а Матичинский зритель увидит эти спектакли 17, 18 и 19 сентября на финальном этапе конкурса на соискание театральной премии имени Станислава Железкина. А теперь перейдем к теме спорта. Отличный результат показала Матичинская команда на спартакиаде пенсионеров Московской области, заняв первое место на очередном этапе. О том, как активные пенсионеры проводят свои тренировки, расскажем в следующем сюжете. Утром городской парк для занятий спортом самое подходящее место. Сама природа настраивает на тот физический тонус, который подходит каждому индивидуально. Кому-то более спокойный, кому-то более активный. И вот что интересно, более активным спортом занимается группа пенсионеров. Так и хочется сказать, юных пенсионеров. Раз. Чуть-чуть держим, не опускаем, вот немножко, чтобы подержали. Два. Три. Кто не может, не надо. И последний раз. Все, молодцы, молодцы. Согласитесь, нагрузки не детские. Но тренер опытным глазом видит, где еще можно добавить. Очень хорошо все себя чувствуют. Вот весело, во-первых, задорно. Ну и движение, кровь пошла. А как часто вы приходите на такие вот... Два раза в неделю. Два раза в неделю? Да. То есть, и считаете эта нагрузка нормальная? Нормальная, очень хорошая нагрузка. А вы давно занимаетесь в этой группе? Давно, вот уже целый год, с прошлого лета. Все, кто приступил к систематическим занятиям, в один голос говорят, что у них снизилось давление, прием лекарств тоже снижается, а вот нагрузки повышаются, но под чутким контролем тренера. Поэтому вот так заканчиваются почти все занятия. А вот дальше уже начинаются индивидуальные занятия. Тем более, что есть к чему готовиться. Вот такой кубок привезла недавно команда мытищинских пенсионеров с областной спартакиады, которая состоялась в Колумне. Там пришлось выложиться на все сто. Бежать было очень трудно, потому что была сильная жара, 33 градуса. Я бежала с преградами, это первый раз для меня было, но достойно пробежала. Будем весь год тренироваться и на следующий год, да? Да. Обязательно в спартакиаде, третий год. А еще они танцуют, круглый год танцуют. Зимой в зале, а летом здесь на травке. Так что некогда скучать. На чемпионате мира по пауэрлифтингу в Швеции победу одержали две мытищинские спортсменки. Елизавета Никитина и Елена Луценко в разных возрастных категориях показали лучшие результаты. На вид хрупкие, а на самом деле сильнейшие в мире. Познакомиться с ними решила Алла Сталаева. Испытать эйфорию можно от поднятия очередного большого веса. В этом уверены опытные спортсмены. Елизавета Никитина занимается пауэрлифтингом два года, а Елена Луценко три. За это время они смогли добиться невероятных высот. Двукратная и трехкратная чемпионки мира. Достичь таких успехов может далеко не каждый. Недавно мытищинки вернулись с соревнований в Швеции. И там в очередной раз одержали уверенную победу. Соперники были достойные. Мне удалось собрать сумму международника, мастер спорта международного класса. Прямо на пределе, в категории 52. Но выезжаю уже второй раз. В прошлом году ездили в Канаду, в этом году в Швецию. И в прошлом году тоже заняла первое место, но не с такими результатами. Елизавета Никитина выполнила нормативу на мастера спорта за 8 месяцев. Как говорит тренер, у нее большой талант. И сила дана, что называется, от природы. Меня привел учитель физкультуры сюда. И как-то все, я там прям с первого занятия такая, можно мне там вес побольше, можно мне побыстрее, можно штангу там собрать. Прямо вот все. И вот 20,5 года мы, скажем, прилетели незаметно. Пауэрлифтинг – это силовой вид спорта. Спортсмен должен поднять груз, который весит больше, чем он сам. Второе название пауэрлифтинга – силовое троеборье. Возникло в связи с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три классических упражнения. Приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. Елена Луценко реализовала свою детскую мечту. Она хотела заниматься этим видом спорта с малых лет. Но тогда это было недоступно для женщин. Спортсменка уверена, что с годами женщины становятся только сильнее. И этот вид спорта ей многое дал. Во-первых, хорошую фигуру. Во-вторых, мир в семье. Потому что ту энергию, которую я могу потратить на привлекание с супругом, я трачу в тренажерном зале. И мой супруг очень с большим пониманием относится к этому моему странному занятию. Когда я долго не хожу в зал, он говорит, иди. Надо. Дети тоже гордятся ее достижениями. И то, что мама – сильная женщина, уже привыкли. Занятия со свободными весами увеличивают мышечную массу. А мышечная масса – это к долголетию всегда. Человек, у которого мышечной массы много, у него гораздо лучше выживает. При всяческих операциях, при всяческих болезнях, типа онкологических. Занятия пауэрлифтингом проходят в спортзале Матищинского колледжа. Молодежь воспитывают тренера Центра детско-юношеского спорта. В Московской области этим телачам практически нет равных. В городском округе Матищи, мне кажется, наверное, самые сильные пауэрлифтеры. Еще достаточно сильная команда, с которой мы все время соперничаем. Это муниципальное образование в городе Павовский посад. Там очень сильная команда. Там самая интересная командная борьба именно с этим городом. Сейчас пауэрлифтеры готовятся к первенству Центрального федерального округа. Матищи на этих соревнованиях будут представлять несколько команд. А уже в следующем году два спортсмена поедут на чемпионат мира в Белоруссию. И вновь на территории Подмосковья установилась аномально теплая погода. Труднее всего переносить жару в городе. В такое время, конечно, лучше загорать на пляже. Если же такой возможности нет, что делать? Как не получить солнечный или тепловой удар, бегая по каменным джунглям? Мои коллеги спросили с совета у мытищенцев и проконсультировались со специалистом. На термометре плюс 30. Соответственно, забот у городских врачей становится больше, говорит упрямая статистика. Жители каменных джунглей, перегревшись на улицах в транспорте, вынуждены обращаться за помощью в неотложку. Под палящими лучами солнца в духоте могут обостриться и хронические заболевания, если таковые у вас имеются. Например, болезни сердца, легких, желудочно-кишечного тракта. Могут возникнуть судороги уже в тяжелых состояниях, могут возникнуть такие клинические симптомы появиться у человека, как тошнота, рвота, головная боль, головокружение, повышение температуры тела, учащение сердечных сокращений, пульса, понижение артериального давления. Что делать? Оказывается, большинство мытищенцев предпочитает в знойную погоду вовсе не выходить из дома. Где от жары спасаемся? Дома сидеть. Что ж на улице нельзя, сказали, находиться, когда очень такое солнышко. Лучше находиться в тени. Никак не спасаемся, просто дома сидим. Выходим вечером. На улице это только водичка. И стараюсь, конечно, быть в тенечке. На солнышке так не ходить, потому что как бы, ну, действительно, с солнечным даром можно схватить такую жару. Врачи поддерживают мытищенцев. Ребенок может находиться на солнце не более получаса. Взрослый – до часу. В жару дома сидим. После жары выходим гулять. Воду берем с собой. Да, Лизуля? Да. Еще купаемся в фонтане. Разумеется, самый лучший способ пережить жару – проводить время у воды. В каменных джунглях тоже можно найти источник, например, фонтан. Поближе к воде. Хоть к фонтану, хоть к речке. Посмотрите, в фонтане с удовольствием купаются и маленькие мытищенцы, и взрослые, и даже домашние питомцы. А если не спрятаться, не искупаться, возможности нет, например, необходимо идти на работу, тогда советуют врачи не забудьте надеть головной убор. Он защитит вас от прямых солнечных лучей. Не помешает бутылка воды. Жидкость поможет избежать обезвоживания. Нужно употреблять жидкости на 50-100% больше, чем в обычные дни. Почему? Потому что во время теплового или солнечного удара происходит испарение жидкости с поверхности организма человека. Не лишним будет смотреть по сторонам. Вдруг кто-то все же схватил солнечный удар или перегрелся. Пострадавшего необходимо перенести в прохладное помещение или тень, обеспечить покой, дать воды. Если мы видим, что пострадавшего тошнит или присутствует рвота, то пострадавшего нужно повернуть на бок, склонить голову вниз, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. К счастью, мытищенцы хорошо знают, как помочь человеку, перегревшемуся на солнце. Ну, во-первых, надо накрыть и желательно водичкой протереть, конечно. Стороночку вызвать, скорую. Там что там, смотря что-то. Если какие таблетки пьет, дать ей, муж, у них должны быть таблетки всегда с собой в такую погоду. Если в возрасте человек, вот как я, например, 81, я иду потихонечку, скорее бы до кровати добраться. Это ужасно, конечно, когда плохо, но, насколько я знаю, нужно водичкой побольше. Отплавивать человека. А так лучше скорую вызвать. Да, вызвать неотложку, перегревшемуся на солнце человеку, просто необходимо. Специалисты приедут и окажут уже медицинскую помощь. На этом у меня все. Таковы были главные события уходящих семи дней. Желаю вам отличных выходных. А команда «Первого» Матищинск вам продолжит работать для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова